Привет, привет, мои хорошие! Рада вас приветствовать! Хочу в начале видео огромное сказать спасибо тем, кто подписан на наш канал. Огромное-огромное вам спасибо! Хочу поблагодарить абсолютно каждого, кто поддерживает нас подпиской, лайком, комментариями. И спустя долгий промежуток времени канал, конечно, вообще так встал в развитии очень сильно. И 109 тысяч у нас так долго стояло, мне кажется, год, наверное, точно. Я так благодарна! И нас уже 110 тысяч! Я так вам каждому искренне благодарна! Дальше еще хочу сказать тоже отдельное спасибо. Это тем, кто посоветовал на решетку, на мясорубку, что можно купить такую решетку, которая будет делать мясо кубиками. Я даже не знала о существовании такой решетки и была очень удивлена. Мы ее подбирали, то есть по размеру. Рома замерял ее, проверял, как это все будет. И что вы думаете, получили же мы ее. И вчера приезжал папа помогать здесь нам по хозяйству. И они вместе с Романом пробовали на курице это сделать. Я вообще как бы хотела ее в фарш отправить, эту курицу. А они говорят, давай попробуем. Я говорю, ну раз вы такие попробуете, то тогда я сделаю завтра шницели по-министерски. Сейчас вам поставлю этот кадр, как они все это делали. Делаем мы тут заготовки. Что, так пойдет? Да, конечно. Да, не пойдет, конечно. И сегодня мы получили решетку на мясорубку. Посоветовали мне в комментариях, которая режет, ну по сути, как кубиками. Вот такая вот. Какая прелесть. Спасибо вам большое, кто посоветовал. Огромное спасибо. Это так получается быстро. Сейчас режем курицу. По-министерски хочу сделать оладушки. Видишь, какие молодцы, да вы? Ну с мясорубкой как это быстро получается. Вау, вау, вау. И как я готовлю? Первое. Можно приготовить с курицей, можно приготовить со свинины. Да, можно с индейки. Ну то мясо, которое вам больше нравится. И добавляю сюда яйца, добавляю соль. По тому, как и сколько добавить, по консистенции, да, даже не скажу. Мне кажется, что рецепт... Постараюсь найти, постараюсь найти и прописать либо сейчас текстом, да, здесь, как это все делается. Делаю на глаз уже, добавляю яйца для того, чтобы они скрепили, да, мои шницели, то есть мясо скрепили в такое целые оладушки, да. Добавляю яйца и добавлю к резаному мясу, здесь ключевое слово, резанное кубиками. Добавляю к этому мясу яйца, мука, приправку, как соль, перчик, все, что вы любите, да. Вот все, что вы любите, то и добавляйте. Все это добавляем. Так, я вот вспоминаю, вроде все положила. Давно не делала эти шницели, вообще давно не делала, правда-правда вам говорю. Поэтому посмотрим, что сейчас из этого у нас получится. Все это перемешиваю. Сейчас добавила яйца вместе с вами, соль посолила, добавила приправу, и моя задача будет добавить еще муку. Ой, как это вкусно, девчонки, какое это бесподобное блюдо. Аня, ты будешь, шницель? Представляете, у меня еще до сих пор стоят розы, середина февраля. Стоят розы, я говорю, какие-то чудеса. Точнее, Рома подарил еще 28 января, еще до сих пор стоят. А тогда, как вспомни, мне-то Рома на день рождения подарил же розы, и они вообще прям буквально... Он их утром подарил, ну ночью, да, после 12 часов ночи он мне их поставил. Я проснулась рано утром, пошла монтировать же видео, смотрю, а у меня там стоят цветы. Всем привет, премий вечер. Я тут пробрался, поехал по делу в магазин и поехал за цветочком у меня еще на скорости. Я такая зашла сюда, у меня свет не был включен. Смотрю, та-та-та-там, тут розы стоят, это так приятно. Я такая, надо пойти, взять телефон, поснимать это на память для себя. Я, возможно, даже и для вас вставлю видео, не знаю, еще не решила, посмотрим. Потому что, я говорю, многое, что снимается, не все потом ставишь. И вот такие вот красивые, очень люблю я белые розы, люблю тюльпаны. И у меня, может, от меня попало. Сейчас не пойму, в чем он ее поставил, в чем цветы стоят. Вот, вау, что обрезала пятилетушку, он обрезал ее так еще. Ой, какой он, молодец, красиво, как сделал. Молодечка. Так, смотрим здесь, с днем рождения. Рыбка моя, тоже тебя очень люблю. Очень приятно было. И они постояли, девчонки, мне кажется, они даже суток не постояли. Как-то они быстро завяли. Так я расстроилась, потому что, естественно, когда ты получаешь подарок от своего любимого человека, хотелось бы, чтобы эти цветы постояли как можно дольше. Но еще, помимо того, что постояли подольше, это же, когда ты встречаешься, там разные бюджеты, да, не муж и жена. А когда ты понимаешь, что это один семейный бюджет, и твой мужчина тебе подарил, и тут жаба начинает душить. Знаете, что потратил деньги, а цветы-то и не постояли. Короче говоря, вот эта жабонька начинает поддушивать. Не знаю, есть ли эта жабонька еще у кого-то. Может быть, только у меня эта жаба, которая потом начинает у тебя внутри что-то как-то это говорить. Ну вот, а можно было бы. Нет, цветы я люблю. Что не говори, есть девчонки, кто говорит, я не люблю срезанные цветы. Но они, конечно, лукавят, мне кажется. Не, ну, наверное, есть такие, кто не любит цветы. Почему лукавят, да? Ну, я знаю такие девчонок, которые любят цветы, но им жалко, что эти цветы, ну, стоят и медленно погибают, да. То есть просто на твоих глазах они угасают. Но на этот, по этому поводу, мне кажется, что цветы выполняют свою функцию все-таки, да, в момент, когда их дарят. И в момент вот этих эмоций, именно за эти эмоции мы и платим деньги. Поэтому, нет, цветы женщинам надо дарить. Очень приятно нам, женщинам, когда нам дарят цветы. Так, все. И теперь включим рекламную паузу. И хочу вам показать вещи с сайта Lucky Child. Боюсь сказать не так. Читала перевод. Как это переводится? Переводится как счастливчик. Счастливчик. Значит, делается одежда в Нижегородской области, город Дезержинск. Вот так вот. Значит, вещи детские, которые получили. Все вещи стираются, написано, при 30 градусах. Вещи очень красивые. Мне понравилось, как они смотрятся. Две одинаковые юбки. Вот такого плана. Одна больше размера, другая меньше размера. Заказывала их две одинаковые для Тани и для Лиды. Вот такие вот. Здесь высокая резинка. С двух сторон сделаны вставки зебры. Такой красивенькой. А со спинки будет черненький. Такой цвет. Такой цвет. Вот. Очень даже интересно. Особенно вот эти вот лыбочки красные. Они так интересно смотрятся, когда ребенок их одевает. Ткань плотная. Вот ты чувствуешь, ткань плотная. Состав всех вещей. 95% хлопок, 5% эластан. То есть для вещей детских это прекрасный состав, на мой взгляд. Дальше, которые шортики мне тоже очень понравились. Я такая думаю, как на лето будет классно. Здесь высокая резинка. Шнурочки, они просто для красоты. Не сделаны, они ничего не затягивают. Такие плотненькие. С карманом. С одним и со вторым. Два кармана. Очень хорошо смотрятся они. Плотненькие. Вообще классно. Мне они понравились. Карманы еще есть, да? Ну ты-то проверила уже. Удобно будет летом вам ходить? Как думаете? Ну думаю, да. Вы уже готовы. Можно в садик ходить и летом развлекаться. Так. И теперь, Лиду сейчас пока что кофточку. Типа как? Лонгослив, да? Платьишко. И платьишко. Бежим, девчонки, дальше одеваться! Следующая это вот такая вот, я не знаю, что это, вот как они назвали. Лонгослив, наверное. Лонгослив, правильно я говорю? Нет. Кто-то фуфайка вообще называет. Очень приятный, нежно-розовый цвет. Мне нравится такой цвет. Фатин, да? Или неправильно я говорю? Он, девчонки, не жесткий. Мягенький. Очень приятный. И по поводу ткани. Какая ткань? Вот на ощупь. Вот я дальше покажу тоже другие вещи. Ткань. Вот вам, чтобы понять. Наверное, я бы характеризовала, как качественная Турция. Вот такая ткань. Еще у меня всегда ассоциируются такие ткани, когда ты заходишь в какой-то дорогой детский магазин, да? И там начинаешь смотреть вещи, и ты понимаешь, какая классная, качественная вещь. Вот, наверное, про вот эту я, наверное, так бы и сказала. Хорошо она смотрится, но на здесь 32 размер, написано 128-134. Девочки, на худенькую девочку, на плотную девочку уже плотновато. Поэтому обращайте на это внимание. Либо надо было, вот конкретно Лида, да, ей надо было заказывать все-таки, наверное, размер 34. На два размера больше. И смотрелось бы оно получше. Но качество ткани очень хорошее. И я, знаете, бывает, ты общаешься с девчонками, состоятельными, да, у которых позволяют финансы, которые в наше время называются богатыми людьми. Кто-то мажорами называют. Ну, богатыми, состоятельными людьми. И у них детишки ходят вот в таком вот. Мне нравится у них вот это сочетание одежды, вот этих цветов. И качество, качество ткани. Мне понравилось качество ткани. И сейчас вам покажу. Футболочка. Вот такая вот маечка розовая. Шортики. Посмотрите, как хорошо смотрится. Ну, как бы вот, да. Шортики такие для лидии тоже. И покажу вам сейчас. Эта вещь меня просто восхитила. Это вообще такое потрясающее платье. Во-первых, оно приятное на ощупь. Во-вторых, мне очень понравился его необычный пошив. Посмотрите, какой интересный у него крой. Наверное, как-то вот так вот показать будет лучше. Посмотрите. И со спинки другая ткань. Наверху плечики. Видите, как сделано? Как оно красиво смотрится на Татьяне. Мне очень оно понравилось. Мне кажется, летом это будет великолепно. Какое оно, вот какое-то воздушное, красивое. Красивое. Я бы очень хотела еще и лидить такое платье. Но не было размера на тот момент, когда заказывала я. Может быть, вы будете заказывать и уже будут. Все очень ровные строчки. Я порой смотрю, как кто-то шьет. И я восхищаюсь, как у людей красиво и ровно получается шить. Очень понравилось это платье. И следующее, что я смотрела, меня тоже немного поразило. Было написано, что шортики с розовой маечкой. И было написано, что это пижама. Это все хорошо. Но вот я бы в пижаму, наверное, вот такую резинку не стала одевать на ночь. То есть широкую, да, она хорошая. Но все равно ночью хочется, чтобы организм отдыхал. Мне понравилась эта пижама. И сочетание цвета вот этого вот, что розовый вверх и низ с лягушечками, тоже, мне кажется, очень хорошо смотрится. Правда же красиво, да? Какой красивый нежный розовый цвет. Я по моему промокоду, который указан сейчас на экране, и продублирую его внизу в описании к видео. По промокоду вы сможете получить скидку 35%. Мне кажется, это неплохая скидка на действительно хорошие, качественные вещи. Ссылочку на сайт оставлю в описании к видео. И вот так вот смотрится такой костюм. Для меня это летний костюм. Было написано, что это пижама. Мне кажется, что очень отлично смотрится. Сейчас покажу, как смотрится сзади. Да, девчонки, покажем, как смотрится сзади. Так поворачивайтесь. И вот так вот. Ну все, можете поворачиваться. Тане заказали вот этот 30 размер, у Лиды 32. Все-таки Лидусь надо было чуть больше заказать. Да, Лидусь? Так, давайте дальше померяем. Вот так вот смотрятся юпочки. Юпочки. Вот так вот они сзади. Поворачивайтесь. Удобненько? Да. И сейчас еще покажем шортики, как смотрятся. И вот так вот смотрятся шортики на двух принцессах. Деловушка Татьяна и скромница Лидуся. Как в карманы ее руки засунула. Давайте поворачиваем, покажем, как сзади. Ага. Ну все, поворачивайтесь. Как прикольные какие девчонки. Классные? Мне нравится, что вот это сбоку смотрится. Хорошо смотрится. Карманы еще есть, да? Ну ты-то проверила уже. Удобно будет летом вам ходить? Как думаете? Ну думаю, да. Вы уже готовы. Можно в садик ходить и летом развлекаться. Так, и теперь Лиду сейчас покажет кофточку. Типа как он? Кослит, да? И платьишко. И платьишко. Бежим, девчонки, дальше одеваться! И вот такая вот кофточка. Ну вот, Лидуси заказывала 128-134. Тесновато. То есть на худенькую девочку прям совсем. Поэтому надо будет побольше, да, Лидуси? Лида аж тянула. Не на втягивать, Лидусь. Лидусь, нормально, расслабься. Ты у нас красивая девочка. Кому-то же красивым нам быть. Не только всем худым нам быть. Да? Тань, покажи, какое крутое платье, дочь. Ох, ох. Ну все, покрутись. Покажи, как сзади. Ох, как. Тормози сильно, не крутись. А то ты сейчас голова закружится. Ой, какая красота. Дочь, как это красиво. Вообще вау, вау, вау. Сзади лягузи. Ну-ка. Да? Очень красиво. Такие по бокам. Покажи, как там по бокам сделано. Ой, ну ты принцесса, дочь. Очень красивые. А у Лиды вот это вот этим сделано. Посмотрите, какая красота. Вот так вот это все. Он такой нежный, знаете, не жесткий, как бывает фатин. Он мягенький-мягенький, приятный. Да, Лидусь? Ну все, девчули. Жалко вот этого платья не было размера. Я бы всем девчонкам взяла такое платье. Очень понравилось. Платье потрясающее. Юбки-шорты. Вот шорты тоже очень мне понравились. Как они смотрятся, будет удобно. Вроде как. Так, сейчас посмотрим, как оно будет жариться. Муку храню в таких ведрах пластиковых. Вообще очень удобно. Кто-то в контейнерах хранит. Но мне кажется, в ведрах удобнее в том плане, что ручка есть. Удобно можно перенести. В контейнере, мне кажется, не так удобно это все делается, чем с ведром. Так, ладно, убираем ведро. Еще тоже, начиная когда жарить, мне начинают говорить о том, что когда начинаешь мясо жарить или что-то, много, говорит, Оксана масла добавляешь. Девчонки, для чего добавляем много масла? Чтобы резко запечатался белок. То есть от температуры масла, когда ты кладешь котлеты или там что-то мясное, у тебя запечатывается белок в мясе. И за счет этого потом сочные, вкусные котлеты. Ну, это по крайней мере, я так думаю, может быть, конечно, я и ошибаюсь. Но это мое наблюдение, которое, ну, как бы я для себя заметила. Блин, какой великий человек придумала эти бумажные полотенца. Я вообще не представляю жизни без них. У меня их абсолютно все с ними. Когда убираюсь, постоянно ими пользуюсь. Очень удобно. Еще, я же когда в Тюмень поехали мы, и когда мы там жили... Так, а куда положили? Вот как куча хозяевов на кухне. Кто-то, что-то, куда-то, где интересно моя... Сюда положили. Да, сюда положили. Кожили же в Тюмени. То я пыталась найти для себя какие-то удобные предметы, которые есть там дома, к которым ты привык, и которые ты считаешь, что неудобные. Вот скажите мне, называется, откуда я там взяла вот эти щипцы? Я не помню, где их взяла. Им у меня уже безумное количество лет. Как-то пыталась найти им замену. А на сковородке начинают жарить, и вот эти вот начинают плавиться у многих. Вот эти я только с ними. Жарю только с ними. У меня получается очень-очень удобненько. Где я их взяла тогда? Не знаю. Так, что-то я тут заболталась. Я говорю, тут вот, видели, как у меня плита эта работает? Уже вот сколько прошло, да, времени. Так, уменьшаем. Только налила масло, и уже прошло. Я тут с вами пока болтала. А в Тюмени же у меня совсем история другая. Вот совсем другая история. Там можно масло налить, и за это время и лук успеть пожарить, порезать, и постоять, видео поснимать, поболтать. В общем, многое можно, что успеть за это время. Но здесь так не получится. Здесь так плита работает. Просто огонь. С папой разговариваем. Там вообще слышно, да, как это все у меня шкварчит. Огонь уменьшила, но сейчас потише будет. С папой разговариваем. Он говорит, что ты эту плиту будешь забирать в Тюмени? Я говорю, однозначно. Плиту буду однозначно забирать. Почему? Потому что плита просто очень-очень моя любимая. Я ее очень люблю. Она реально крутая. Папа говорит, а ту плиту куда? Я говорю, ну, хочешь тебе. Он такой, а зачем она мне тогда, если она плохая? Я говорю, ну, как плохая? Я говорю, вот вы, они дома готовят на обычной. У них обычная стеклокерамика. Ну, как необычная, да, плита. У них стеклокерамика. Потому что у меня у мамы еще стоит плита, которая с квартирой шла. Когда ее сдавали. Раньше, да, удобно было, что квартиры сдавали с мойкой, да, с раковиной я имею в виду, с ванной, с плитой. То есть ты съезжал, и уже у тебя были основные предметы, ну, для того, чтобы твоя жизнь была комфортная. Сейчас же, конечно, как сейчас, да, сдают? Или вообще черновая, или предчистовая? Уже нету этого закона. Ну, с другой стороны, понятно, что если бы бы сейчас этот закон, там, раковина, плита ставили бы самое такое, блин. Называют, что сразу на помойку пойти отнести. И за это бы это включали в счет, естественно. Кому? Тот, кто покупает квартиру. Поэтому тут... Ну, я вот вроде как слышала, что вторичный, по-моему, что ты должен продавать с плитой. Не знаю, насколько это так. Напишите, как это все. Я думаю, что есть люди, которые в теме, и расскажут по этому поводу что-то интересное. Вот такое вот получается у меня тесто. Ну, то есть здесь вот курица у меня и яйца, мука. И когда ты их жаришь, то вот такие вот они красавчики получаются. Ой, как это вкусно, потому что мясо, оно же этими кусочками нарезано. Поэтому это получается вкусненько. Ох, аромат какой пошел! Чувствуете? Ммм, курочкой жареной пахнет. Может, здесь место освободилось. Может, здесь кого-нибудь положить. Вот так потом пытаешься место сэкономить, положишь, а потом неудобно переворачивать остальные. Но это ж вот это ты думаешь, а зато быстрее пожарим. Положу все-таки еще сюда. И у меня сейчас будут... Моя семья вкусно кушать. Мама, на горке ходи. На горке? Да. Нет, давай вы сейчас покушаете. Мне прям чуть-чуть осталось. Прям чуть-чуть. Я вот уже сейчас, смотри, первую партию буду снимать. И уже сможете сесть пообедать. Я бы... Надя, прежде всего, пока на горке не спитали. Зови их назад, чтобы они не ходили одни на горке. Деловушки две. У нас здесь горки-то вот они. Два шага. Но, тем не менее, я боюсь за детей. Отпускать их одних боюсь. Какая-то у меня, знаете, гипероппека, которая тоже ничего хорошего. Я это понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Переживаешь. Понасмотришься вот этих всяких чрезвычайных происшествий, что потом уже, знаете, на воду дуешь. Лидуся пришла, мне такая, говорит, мам, там на улице даже пахнет вкусно. А у нас же камин. И я так, я поверю, потому что труба же идет. Я поверю, что там, может быть, на самом деле пахнет даже на улице. Ой, каково, да? Идешь, когда по подъезду голодный, откуда-нибудь возвращаешься, хавать хочешь, хавать, ну, кушать. Идешь голодный, а у кого-то так вкусно пахнешь. Я вспоминаю школьные годы. Идешь и думаешь, лишь бы у нас, лишь бы это мама готовила. Какой же кайф, когда ты заходишь, открываешь две ключом, и запах идет сильнее и сильнее. И ты понимаешь, да, это у нас так вкусненько пахнет. Такое удовольствие было понимать, что да, это у нас пахнет так вкусненько. Так, мы сейчас шницельки пожарим вкусненькие. Ой, как это будет сейчас вкусненько. Я единственное, знаете что, боюсь, что я не досолила. Ну, а как-то попробовать аккуратненько, чтобы понимать. Вот и пересол плохо, и недосол плохо. Потом начинают солить, а мне кажется, когда начинают солить, больше соли кладут. Посмотрим, прожарилось нет. Да, все прожарилось. Да, я бы соль чуть-чуть еще положила. Чуть-чуть бы еще положила. Так, перемешали. Что, Диан, пахнет? Вкусненько? Любишь, да, с ней для подминистерска. Диана пришла здесь. Общаемся с ней. Наверное, не слышно будет далеко, она сидит. Ну, и сейчас они на запах, и все сбегутся. Такой аромат. Что, Горшенька? Уже пахнет? Да, прям очень вкусненько. Ой, я тут пробую на соль. Пробую, пробую. Думаю, как бы сильно не распробовать. Ой, вкусненько. Как вкусно. Очень вкусно. Если вы не пробовали такие шницели по-министерски, я вам очень советую попробовать это блюдо. Если купить такую решетку на мясорубку с большими дырками, то тогда это блюдо, я говорю, почему не готовила часто? Точнее, наверное, будет сказать, не готовила. Потому что вот это пока порежешь кубиками, очень много времени на это уходит. А съедается-то, что в такой семье. Сейчас он вот этот тазик, это вот так, пару раз присесть покушать называется. Ой, буду тут вкусненько пробовать. Правда, очень вкусно. Вот это у меня с курицей. Со свининой тоже вкусно получается. Особенно, если, знаете, какое-нибудь мясо такое типа шеи. Там вообще пальчики оближешь. У меня мама делала. Я от мамы знаю вот этот рецепт. А что раньше? Девяностые, да? Мясо было дорогое. Эти, как они? Хокорочка буша, да? Их так мы называли. На них же в основном и выезжали. На них, мне кажется, люди. И вот придумывали, какие блюда сделать из-за корочка. И получается... Ну, вот эти по-министерски говорят, что их якобы для министров делали. Для больших людей. Не знаю, насколько правда. Но это правда вкусно. Стоит блюдо приготовить, хотя бы один раз попробовать. Если вы не пробовали. Жарю на медленном огне. Вот это у меня сковородка раскалилась. И жарю я вот сейчас из 10 жарю на 7. То есть это, конечно, не быстрый процесс. Но тогда курица успевает хорошо запечься. Может цветы отсюда убрать? Что прям жарко не было. Ох, какие вы у меня красивые, а? Спасибо моему мужчине. Приятно. Папа приехал, такой спрашивает. О, а что за праздник? Откуда цветы? Я думаю, вот у нас менталитет у многих мужчин. Что цветы, это должен быть только какой-то праздник. А без праздника, без повода мы цветы не дарим. Это плохо, мне кажется. Надо свою женщину баловать. Не только на празднике. И цветы, которые ты не ожидаешь. Какие-то внезапные, да, такие, без повода. Мне кажется, что они приносят намного больше вот этого морального удовольствия, чем когда ты ждешь цветы. То есть 8 марта ты знаешь, что тебе подарят. Или там день рождения, ты знаешь, что тебе подарят цветы. А вот когда цветы такие вот вне какого-то события, когда это неожиданные цветы, мне кажется, они приносят какое-то вот это вот ощущение вау. Типа, ах. И папа, значит, приехал, говорит, а что за праздник? Что у вас цветы? Я говорю, так 10 лет канал уже было. А вот цветы. Он такой, ну и что? Что 10 лет каналу? Я говорю, ну пап, ну это юбилей для меня, это как бы, ну я много вложила туда и сил. И ты все равно очень много продумываешь. Каждый блогер, поверьте мне, думает, как угодить своему зрителю, как сделать видео интереснее. Сейчас особенно, когда нет монетизации, люди стали, вот блогеры, именно те, которые на самом деле любят свое дело. Которые, которым нравится это. Потому что те, кто пришел за большой копейкой, те уже все, уже отпали из этого блогерства. Потому что одно время многие люди, вот так слушала, когда на ютубе говорили, ой, я, короче, вот работала там, уволилась, теперь вот блогерством занимаюсь. Много кто поувольнялся. И потом, ну оно ж кажется тоже так. Есть люди, кто заводили каналы. Мы общались, например, с кем-то там, блогер начинающий. Когда я ездила, особенно в Москву, там, где блогеры общаются. И когда разговариваешь с людьми, многие начинают говорить, я пришла на ютуб, и я думала, что здесь блогеры миллионы получают. Я думала, что здесь сразу в опытом тебе. Да, конечно, чтобы тут что-то получать, надо многое для этого сделать, чтобы что-то получать. Это ж кажется, знаете, как пришла же к директору, когда она, знаете, как мне говорит, ну вы же не работаете, да? Я так сижу и думаю. Вот очень для многих людей, она говорит, ну вы же там что, канал какой-то вели на ютубе, ну с таким пренебрежением, это как будто это такое что-то унизительное, что-то такое мерзкое, и это вовсе не работа. А тот человек, который хоть раз монтировал видео, тот человек, который начинал вести и ведет, тем более для тех людей, кто ведет канал до сих пор, что такое, знаете, снять одно видео, два, ну да, когда есть вдохновление, снять. А бывают же такие моменты, ну вот когда совсем не до видео, вот совсем тяжело. Бывают же такие ситуации, которые тебя начинают угнетать. Всякое же бывает, как у всех людей, но ты понимаешь, что ну как бы надо брать себя в лапы, надо все равно снимать, люди ждут, и хочешь не хочешь, есть такие люди, кто ждут, потому что знаешь же, что тебе напишут, ой, да кто там твои видео ждут, да нужна ты кому сто лет, да? Ну есть все равно, есть такие люди, может быть, один, два, три человека, да, но кто, я надеюсь, да, что кто ждет эти видео, кому они интересны. Приятно, что не всегда эти видео. Ты пытаешься, я же пытаюсь сделать что-то, думаешь, ну вот сниму, ну вот интересно, а потом снимаешь, снимаешь, а как бы видишь, что наверное нет, не интересно, не получилось, не угадала. И вот эта вот работа, да, ты сначала снимаешь, очень много же материала не опубликовывается потом. Ты можешь снимать, у меня много раз бывает такое, что, допустим, у меня что-то болит на душе, вот болит, и мне хочется высказаться, и ты это высказываешься, я даже камеру включаю, все, высказываешься на эту тему, а потом начинаешь, ну знаете, как переспишь с этой мыслью, пройдет там, думаешь, нет, пускай это видео отлежится день-два, потом оно отлежится день-два, ну у тебя вроде как уже отлегло это все, и думаешь, да зачем сейчас вот это, все равно тебе многие напишут сам дурак. Мало кто пожалеет, мало кто тебе выразит свое сочувствие, в основном у нас же как. Почему-то, вот девчонки, мы с вами, редко поддерживаем друг друга, я имею в виду женщину-женщину, да, вот мужики, у них как-то вот эта вот мужская поддержка друг к другу, да, она более выраженная, правильная, у нас же как, да, у мужиков, вот они могут, что-то им не понравится, они могут и оскорбить друг друга, и пойти подраться, потом пожать друг другу руки, и остаться на всю жизнь лучшими друзьями. У женщин же нет, у женщин так никогда не будет. Женщины, если поругались, повздорили, это уже враг на всю жизнь. Все. Не никогда, если тем более подрались. Все. О каких друзьях? Это потом удобно это... Удобного случая, так сказать, ждут, чтобы месть холодной подать. А если не получается холодной, то и горячей могут подать. Вон они, мои дети гуляют. В окна заглядывают по сугробам, уже такие все заснеженные, довольные, счастливые. Я говорю, да, во дворе, конечно, что им хорошо. А не санки, а ледянку взяли. Квин, ты тоже хочешь в окошко за ним поглядеть? Что они там делают? Посмотри, посмотри. И по этому поводу вспомнился мне сейчас анекдот. Старый вообще с бородой анекдот. Значит, приходит муж, который не ночевал дома с гулянки. Жена стоит недовольная на входе в дверь, встречает его и спрашивает, а ты где, говорит, был? Он говорит, как где? Ты знаешь, говорит, я пошел, встретил своего, говорит, однокурсника. Ну, помнишь, помнишь, с параллельного еще курса. Вот Петька, Петька, помнишь его? Она такая, и что? И ты у него всю ночь был? Да. Ну, говорит, ладно, я сейчас ему позвоню, проверю. Звонит ему. Алло, Петь, привет. Привет. Это вот там та-та-та-та-та, помнишь меня? Ты мне скажи, пожалуйста, мой муж к тебе приходил? Он, говорит, да, приходил. Так мы, говорит, до сих пор с ним в шахматы играем. Это, говорит, мужская солидарность. А, говорит, потом проходит время, жена загуляла, приходит домой, муж недовольный. Ты где была? Она, говорит, так а я же, говорит, эту встретила, Катюшку, говорит, встретила. С нами на одном курсе училась, помнишь? Он такой, да, помню, и что вы. Ну, вот это заболтались за это, за семью, за то, за пятое, за десять. Все обсуждали это. И он такой, ну, ладно, давай сейчас, давай мне телефон, я позвоню ей. Звонит ей, значит. Катюш, привет. Слушай, а скажи, пожалуйста, моя жена у тебя ночевала? Татка, говорит, да какой ночевала? Мы с ней, говорит, так вот как-то с института выпустились, так больше и не виделись. А я тебе еще тогда говорила, что она гулящая. Ну, там, конечно, другое слово говорится, да, на букву Ш. И вот это вот женская солидарность. И вот почему-то у нас у женщин, конечно, мы за друг друга не горой. У нас друг друга... Хотя, мне кажется, должно быть по-другому. Женская доля, она такая очень сложная. Любую женщину, вот с любой женщиной начни разговаривать. И у каждой женщины будет очень тяжелая судьба, очень сложная судьба. С любой. Я со многими женщинами, с кем разговаривала, начинаешь слушать и понимаешь, насколько бывают тяжелые ситуации, насколько бывают несправедливости в жизни. Поэтому мне бабушка всегда говорила, знаете, девочка рождается. Ну, и что-нибудь разговариваем. Бабушка у меня умерла уже, Царство Небесное. К сожалению, конечно. Я когда начала вспоминать, мне очень ее не хватает. Она была очень мудрая женщина. И она мне всегда говорила, говорит, девочка родилась, мученица родилась. Я вот тогда все не понимала, почему мне так бабушка говорила, что если девочка, то мученица. А потом уже, когда ты во взрослой жизни встал, начал понимать, какая она женская доля. Теперь я понимаю, почему бабушка так говорила, что мученица родилась. Так, вы уже нагулялись? Это хорошо. Тань, смотри, не подходи близко, здесь масло. Ну да, сейчас кушать будем. Давай там со стола надо убирать. Давай, проси Анюту иди. Дочь, горячий, горячий. Проси Анюту, чтобы она... Лидусь, позови Анюту, попроси, чтобы она со стола убрала. Там паста, хлеб вы поставили. Как бы мне вот сюда еще засунуть. Эту тарелку уже можно будет на стол поставить. А на еще одну тарелку буду жарить. Классно пахнет, да? Так, на убирай там со стола, чтобы уже все садится кушать. Даже перцем каким-то. Понял. Даже перцем пахнет, да? Артем, ты кушать будешь? Что? Ну, кушай. Странно, он просто говорит, что... Ты же видишь, что шницы лежали. Так... А Роман куда делся? А куда он ушел? Позови его, чтобы он кушать уже шел. Мы покатались. Покатались? Мы голки покатались. Там сугробы. Сугробы? Мы возле окна, я видела, да, вы катались? Нет, где коридор, окна. Ну, там, где коридор-то. Молодцы. Сама не выходи никуда за двор, Надюша. Но вы ходили, я хотела сделать самую залпу, а там... Ну, вот без спроса нельзя ходить. Да, хорошо. Да, все готово. Надя, идите, держите. Пожалуйста. Мама, мы сейчас покушаем и пойдем гулять дальше. Покушаете, пойдет гулять дальше, да? Ну, хорошо, как скажете. Да, как хочешь, можешь без сметаны, просто есть. Просто мне нравится их есть с гречкой. С гречкой? Да, это прям очень вкусно получается. Ну, гречку не делала. А сейчас я не подумала про гречку. Ну, когда бабушка готова шницели, а то не мастерски. Она гречка делала? Ну, она гречка, потому что мало у нее было шницелей, чтобы было сытно. А у вас шницелей здесь много. Вам хватит с шницелями покушать. Таня, ты будешь кушать, дочь? Таня. Да. Будешь точно. Папа, пока взялась мама. Я тоже. Убивайте мне пасту. Угу. И ходишь, кайфай. А вот это с этой, радостью моя, с турецкой делать, да? Ну, давай, это иранская, оказывается. Иранская, господи. Это, я тоже, мне как советовали эту пасту, говорили, что она турецкая. А потом мне написали в комментариях, говорит, Оксана, она иранская. Ну, зашла, проверила в описании, точно иранская. Думаю, я еще видел людям неправильно говорила. Вводила в заблуждение. Вкусная паста, но тоже вчера с папой разговаривали. Он мне говорит, Оксана, 180 рублей банка получается? Он говорит, как-то слишком дорого. Я говорю, ну да, она не дешевая, но она вкусная. Там на столе дочь возьми. Дети просят, говорит, а сделай нам томатный сок. Будет вкусненько с томатным соком. Сейчас Рома, я тут пока дожариваю. Рома сделает детям томатный сок. А, нас очень любят томатный сок, не все, но пьют. Радость, мама, можно сахаром надо взять? Так, возьми сахарку. Так. лук Идя, она там учит Таню пользоваться ножом. Так интересно, у нас видео, когда смотрят люди, то начинают говорить о том, что для кого-то это такой шок, когда видят, что дети кушают с ножом и вилкой. Не знаю, мне кажется, это очень удобно. Кушать с ножом и вилкой, и обязательно им в жизни это пригодится. Это так, порой, когда ты находишься в каком-то мероприятии, и кто-то смотришь, и человек пытается показать себя то, что из себя не представляет, наверное, так будет правильно сказать, начинает брать ложку, эту вилку, нож, а сам это делает впервые в жизни. И не очень это все так смотрится. Поэтому не хочу, чтобы мои дети где-то когда-то опозорились. Мы учим с детства кушать с ножом и вилкой, чтобы они это умели делать. Это удобно. По мне, так я считаю, что это удобно. Кушать с ножом и вилкой. Напишите, вы приучаете своих детей кушать с вилкой и ножом. Интересно будет узнать ваше отношение к этому. Вот Артем тогда у нас, когда у бабушки жил, приехал, и он, девчонки, знаете, чем ел? Только ложкой. Он все ел ложкой. Для него, вот это они в деревне жили, у него вообще вилка им была не нужна. Про нож, так я вообще молчу. Нож это вообще не нужный предмет обихода. Все ложкой. И второе, и первое, все ложкой. Потом постепенно, конечно, пока научился, пока все вошел в ритм, нелегко было. А где, кстати, Артем? В комнате он уроки делает. Надо звать его кушать. Я ему вроде сказала. Я говорю, Артем, ты кушать будешь? А что? Ну, я говорю, видишь, что делаешь, Ницель. Что-то повернулся, пошел. Не знаю, почему он пошел. Он сейчас придет. Сейчас доделать, да придет. Вкусно, да? Диана говорит, что очень вкусно. Вот такой сок получается. О, ой, как вкусненько будет. Разоченье мы попробуем? Что-то лучше мне эксперток скажешь сразу. Так, снимаем пробу. Слушай, видно, в этой томатной пасте больше соли пересоленой получилось. Да? Прям совсем пересоленой. Мне кажется, пересоленой получилось. Нам отливать стакан, добавлять туда воды, добавлять томатной пасты. Потому что мне, по мне, так соли многовато. Папа, до этого же делали с этой. В томатную пасту тоже соль добавляют. Вот такие вот получаются они. Я их сильно не зажариваю. Потихонечку у меня получается. А, Нюта, что не идет? Она лиду заплетает. Ага. Тут Рома уже начал убирать же это все. Две готовить на замену. Слава богу, у меня две. Потому что я уже не могу на нее смотреть. А скетчуп он прям еще вкуснее. С кетчупом вкуснее получается? Да. Угу. Так, Ратасимана, что может быть я дожарю? Да нет, иди кушай. Я дожарю. Так, дети, кто томатную пасту будет? Томатную пасту? Или томатный фок? Томатная паста. Угу. Мне там сделали замечание в комментариях, что это не томатный сок, а томатный напиток. Я про себя думаю. Начинаешь читать на всех коробках производителя соков, которые делают. У них написано о том, что там, например, апельсиновый сок из восстановленных апельсинов. То есть, а что такое восстановленные, да? Это либо из пасты восстанавливали, либо из порошка восстанавливали. Эти апельсины. Ну, то же самое и здесь, что такое томатная паста, да? Мы взяли помидоры, перекрутили, подсушили их, так сказать, убрали лишнюю воду. И вот тебе томатный сок получился. Можно сказать, это из восстановленных помидоров. Ну, естественно, что говорить, да? Те, кто томатный сок делают, варят дома. Ну, конечно, он несравнимый. Вот я вспоминаю, как бабушка делала томатный сок. Ну, несравнимый, это естественно. Но тоже вкусно. Если сравнивать с магазинным, то он реально, как магазинный томатный сок. Сами знаете, магазинный томатный сок, он вообще отличается от домашнего. Даже если апельсины выжимаешь, совсем другой вкус. Слушай, ну всё-таки классно, да? На этой, этой, Оксан. На чём? А, на этой мясорубке? Да. Вообще, как огонь. Да, вообще здорово. Кто-то же, это я говорю, спасибо тому человеку, кто подсказал. Да, огромное спасибо. Вот так у нас, благодаря Ютубу, столько, да, находок ты находишь. Я говорю, вообще класс, спасибо нашим зрителям, что они у нас есть, что они нам дают дельные советы. Порой, конечно, даже обидно, дают советы, даже обидно, но потом ты понимаешь, что, ну да, человек же прав. Очень мне нравится, когда конструктивная критика, когда тебе дают, не просто критикуют, да, как говорят, отвергаешь, предлагай. Когда тебе говорят, ты там делаешь не так, Оксана, лучше сделать вот так. Я вот это считаю, что это очень правильная позиция, когда именно критика такая вот, конструктивная, когда тебе дают совет, а как всё-таки правильно надо было сделать. или поступить, или как это исправить, а не то, что ты дура-дура и валенки сухие. Так, вы там двигайтесь, чтобы Анюта тоже места хватило, но она пришла. Да, на столе же, графин с соком. Ну он не остался, свежий делали. Да, бывает в охотку, то вот так вроде как делаешь, делаешь, потом не пьют. Потом бывает, что в охотку прям с удовольствием пьют. Там же много всего полезного, я вам вставлю сюда, сколько там полезного. Томатная паста для организма, она очень полезная. Знаете, когда летишь в самолёте, обращали ли вы внимание на то, что даже те люди, которые не любят томатный сок, в самолёте предпочитают томатный сок. Мне так интересно как-то стало в один момент, почему так, почему люди с удовольствием в самолёте пьют именно томатный сок. Оказывается, что томатный сок – это натуральный оксидант, который помогает организму пережить все эти встрястки. Поэтому организм как бы сам просит то, что ему надо. Мне так кажется, самый ходовой сок, вот именно там в обычной жизни апельсиновый, а на самолёте мне кажется, что самый ходовой сок апельсиновый, ой, это томатный. Может, я, конечно, ошибаюсь, по моим наблюдениям. Надо будет как-нибудь спросить у стюардессы, ходовой или нет, томатный сок самый, ну из самых этих. Потому что чаще всего что-нибудь спрашиваешь, а томатный сок, а она говорит, а он закончился, там остался апельсиновый, яблочный. Сейчас тоже не во всех, конечно, самолётах вообще сок-то наливают. Но ещё такие остались. Ты уже наелась? Ну да. Ну и что, муж скажешь? Очень вкусно. Мама, спасибо, вкусно. Пожалуйста, доченька. Ох, жарю, 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 жарю. Мне кажется, конца края нет. Это очень вкусно. А тебе, Тань, тоже понравилась, дочь? Ну да. Да? Да. Понятно. Тебе томатный сок понравился? Тебе томатный сок, да, понравился? И мяско, ну это хорошо. Вообще понравился всё-таки. Таня, а ты его всегда любишь. Ну да, томатный сок всегда любишь. Ну у нас Таня такая же, как я. На помидоры очень любит. И томатный сок очень любит. Мы такие с ней томатные души. Папа, ну нет, любишь? Она уже туда залезла. Ох, стрекоза. Уж там она. Я тут отвлеклась, жарю уже. Просто посмотрела назад, а она уже туда забралась. Вернул стрекоза. Что-то, мне кажется, папа мало будет сейчас сока. Пока я тут дожарю, надо ещё маме делать. Ну я ещё сделаю, но не полный, наверное. Вчера второй не допили. Ну там чуть-чуть прям не допили. Ну да. Прям чуть-чуть не допили. А вот этот вкуснее, чем вчера было? Вот это из другой томатной пасты. А, ты вчера не пробовал? А-а-а. А ты вам вчера томатную пасту... Ты пробовал вчера томатный этот сок, который я делал? Пробовал? А вот сейчас пробовал? Да. Ну что, есть разница или нет? Стоит переплачивать? Или может не стоит переплачивать? Ну я, видишь, не такой, чтобы прям любитель томатного сока, поэтому... Как бы не эксперт, радость моя. Ага. Не эксперт. Так и запишем. Я вчера-то пил, потому что смотрю, осталось это. Чтоб не пропало лишь бы. Ой, говорит, а что вы, говорит, такая толстая? Так за детьми же, говорит, за всеми доедаю. Так, говорит, заведите себе свинью. О, говорит, еще и за ней придется доедать. Так и папа наш доедает. Ох, у меня уже чуть осталось. Прям радость-радость. Это... А там горячие, я же им не наложу горячие. Ну давай поменяем. Это... Разложите себе по тарелкам, а я, чтобы поменяла вам. Кто хочет, берите. Я хочу съедать. Давай, я сразу беру. Господи, я уж обрадовался. Папа, у меня больше не влезет. Меня тоже. Ты, Надюш, наелась? Да. Молодец. А где Артем? Чего он не идет кушать? На он комиссии он выходил и потом увидел камеру и ушел. А, не хочет, чтобы на камеру вы снимали? Ну скажи, что я выключу, пускай идет кушает. Господи, тоже вот это возраст, вот этот подростковый. Сложный. Ханя, вот кушевелку... ...моему... Машкавилку украть... ...земла. Ну да. Деньги, я тебе... Продолжение следует...